Здравствуйте дамы и здравствуйте господа, с вами Ультрест, Арк Найтс, и сегодняшней темой видео является обзор новых операторов, которые ввели патчем сегодняшним в гачу вместе со Шварц. Ну и не только со Шварц, с летним ивентом, но вы короче поняли. Новые сегодняшнего дня операторы. За помощь при создании данного видео огромное спасибо гудочку, гудочек, что бы я без тебя делал. Спасибо. Итак, приступим. Первый оператор Сусура, 4-звездочный медик. Ну в общем, что она может делать? Во-первых, у него талант. Если стоимость всех оперативников в команде меньше или равна 10 деплойд поинтам, не считая самого Сусура, тогда Сусура начинает хилить на 23% больше, это при максимальной раскачке. При начальной раскачке будет 13%. По-моему, весьма неплохо, бонусы, все любят бонусы. Первый скил увеличивает атаку, хил, ну там атака хил у хилеров это одно и то же, на 50%. Это на максимальном 7-м левеле. Не 7-3, а именно просто на 7-м. На 7-3, по-моему, будет на 70%. Обычный скил, банальный, баянистый, у всех хилеров такой есть. Второй скил, очень странный, очень необычный. Вот рассмотрим, наверное, как-то поподробнее, потому что тут прям совсем как-то все сложненько. Короче, его можно использовать только 2 раза за бой, и у него низкая стоимость в скиллпоинтах, то есть прям совсем копеечный, уменьшается с каждым левелом. Вот, итак, что можно с ним делать? Он увеличивает атаку и скорость атаки на 40%. Это весьма круто. Это на первом левеле, ребята, атака и скорость атаки. А на максимальном левеле оно увеличивается на 100%. Ну, с ума сойти. То есть она на какое-то короткое время начнет хилить, как из пулемета. Ну, можно это использовать либо совсем в коротких сражениях, когда оно может не париться и просто прожимать скилл, либо это можно использовать прям, ну, в совсем каких-то сложных локациях, когда вы хотите, просто ждете какой-то важный момент. Там какой-нибудь босс сейчас подойдет, там, или сейчас что-то эдакое произойдет. Это круто. Ну, и так, получается, сам по себе этот оператор был бы хорош именно для использования в low-rarity командах, которые прям дешевенькие, дешевенькие. Ну, знаете, как у Кёстина в гайдах, например. Вот, примерно то же самое. То есть прям совсем копеечные, трехкопеечные ребята. Их собирает в одну команду, и с этого они начнут хилиться больше. Так можно. Можно ли рекомендовать данного хилера? Ну, да, можно, почему бы и нет. Но нужно понимать, под что ее использовать. Вторым оперативником является Глаукус, пятизвездочный саппорт. Да, у нее вроде как в руках какая-то странная штука, похожая, я не знаю, на винтовку с лобзиком, не знаю. Но, в общем, да, она похожа на стрелка. Она делает вещи, как стрелок, но она не стрелок, ребята. Каламбур, это довольно забавно. Итак, первый талант. Приоритетом Глаукус становятся дроны, и она наносит по ним увеличенный урон. По-моему, просто замечательно и просто отлично звучит. Круто. Если не учесть, что это саппорт, это как бы очень неожиданно становится. А учитывая, что она еще может замедлять, это как бы уже дважды неожиданно. На максимальном левеле она будет наносить, до этого таланта, будет наносить на 55% больше по дронам. Вообще, годнота. Итак, первый скил. Глаукус начинает наносить увеличенный урон на 20% и на 50% на максимальном. И начинает атаковать две цели. Это прикольно, такое есть у многого, у кого. Тут типа первые, да, способности Блю Поузена. Только тут, как говорится, нужно руками все это активировать. Стоит 35 скиллпоинтов. Ну, как-то вот дороговато, наверное, выходит. Но, как по мне, неплохо. Весьма неплохо, в том плане, что она как бы это делает. И это делает по дронам, как правило, понимаете. Их замедляет во многих локациях дроны, прям совсем какие-то безумные. Бывает, в каких-то челлендж локациях, например, есть дроны, но при этом есть ограничения на стрелков. И они либо стоят дофига, либо вообще их нельзя брать, но там какие-то такие свои вещи. А Глаукус, она как-то вот все это обходит и делает дело неплохо. Второй скилл. Глаукус испускает шокопую волну, которая наносит на максимально 400% магического урона и обездвиживает врагов на 6 секунд. Все это при максимальных раскачках. И дронам от этого скилла носится двойной урон, то есть не 400%, а 800% при максимальной раскачке. И эффект, получается, обездвиживание замедляется на оглушение. Безумие, просто безумие. И стоит, получается, от 40 на 30 скиллпоинтов, что весьма по-божески для такого интересного скилла. Не знаю, но, по-моему, Глаукус смотрится очень интересно. Ну, по тем вещам, которые я уже говорил, что можно брать какие-то ее там челленджи, можно брать с какими-то ограничениями там на, например, стрелков. Она действительно, ну, может что-то делать против дронов, очень серьезно помогать в этом плане. Когда бывает, знаете, маг стоит там в упорне, видит какого-то жуткого дрона и продолжает там стрелять по земле. А здесь нет, здесь она будет именно стрелять вверх по дронам. Плюс некоторые дроны, вроде как, больше защищены от физического урона. И тут она тоже может свои 5 копеек вставить. Не знаю, как по мне, она смотрится очень необычно и очень интересно. Сейлон, 5-звездочный медик. Ее не получится получить из гачи, ее можно будет получить за ивент, прохождение ивента, вот который сейчас начнется сегодня в 8 вечера. Да. И вообще-то она весьма неплохая, но очень такая специфичная. Посмотрим. Первый талант атака увеличивается на 6% максимально. Неплохо, наверное, 6% бонус. Но если на поле боя есть водные клетки, то атака повышается на 24% максимально. И это просто жесть. Но, понимаете, ребята, водные клетки, вот тут вся собака-то из-за рыта, потому что они есть в 6 главе, которая еще не вышла, ну, встречаются. И они также есть в этом ивенте. И как бы все. Больше их как бы пока еще нигде нету. И в первых там 5 главах их вообще нету. То есть, ну, как бы, вот как-то так, ребята, вот талант такой странненький, да. И во-вторых, я тут ее рейндж привел, да, вот то, что внизу, это ее рейндж. Он выглядит, да, он выглядит именно так. Это очень странный вид рейнджа. Но она так выглядит. И что гораздо важнее, у нее хил уменьшается в зависимости от, ну, расстояния. То есть, ребята, которые находятся по краям, они будут получать на 70% меньше хила. Запомните это, пожалуйста. Первый скилл. Следующий хил будет увеличен на 140 или на 200%. Ну, тут в зависимости от прокачки. И не может быть никак увеличен или уменьшен. То есть, если какой-то там дебаф, какому-то там еще что-то, там какая-нибудь фигня, бафы там. Все это будет, не будет влиять, потому что хил какой должен был быть, таким и будет. Это очень интересно. Это прям, ну, не знаю, где-то это может сыграть в минус, где-то может сыграть в плюс. Но приятно, что оно в такой твердой монете как бы выходит. Это интересно. Где-то такая стабильность может и зайти. Максимально до трех зарядов. Максимально стоить, может точнее минимально при максимальной прокачке 8 скиллпоинтов. То есть, это активируемый руками скилл. Но стоит он дешево. Скилл второй. Атака увеличивается на 30%, максимально 60. И Цейлон начинает хилить сразу в двух оперативниках. При хилинге она накладывает резист, уменьшающий длительность стана, заморозки или горения. Все это было бы, конечно, хорошо. Стоимость скилла, конечно, дорогая, 8 скиллпоинтов. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это где-то может заиграть, потому что это что-то такое уникальное и необычное. Это крайне прикольно. Плюс эта фигня висит долго, 40 секунд на максимальной прокачке. Из вещей, где ее можно, наверное, точно использовать, ну, например, можно использовать, говорят, спектр сама себя станет, гитана после активации, амия сама себя станет. Вот на таких, например, можно использовать как вариант. Ну, или, конечно, против противников, которые часто будут станеть. Говорят, еще в шестой главе будет много заморозки. Тут тоже, может быть, это, возможно, как-то и поможет. Посмотрим. То есть, она неплохая в целом, Цейлон, но вот такая, как с особенностями какими-то, понимаете? То есть, везде ее пихать, может, и не получится, но свои плюсы у нее определенно есть. И Шварц. Вайфу, так сказать, этого ивента. Шестизвездочный стрелок. В общем, ну, все, все люди говорят, боже мой, какая она крутая, как мы ее ждали, как мы ее хотим. Я, ребята, ну, я не знаю даже, как вам сказать, хорошая она или плохая. Рассмотрим ее подробнее, хорошо? Для начала, сразу же посмотрите на ее рейнж. Да, будет выглядеть он именно так. С этим ничего не поделаешь. Первый талант, когда Шварц атакует, есть 20% шанса, что она нанесет на 160%, ну, 160% максимального урона. И на второй элите талант также снижает 20% дефа врагу на 5 секунд при проке таланта. Ну, не знаю, ребята, ну, в чем проблема. Больше урона, еще и дебаф может навесить. Что плохого? По-моему, вообще отличный талант. Ну, лишним не будет. Не сказать, что он прям какой-то прям супер билдообразующий, там, командообразующий, но он неплохой. И второй талант, если на поле боя поставлен вместе со Шварц еще один снайпер, тогда она увеличивает дамаг всех снайперов, себя тоже, на 8%, максимально на 10%. Круто, замечательно. Ну, как говорится, дамаг, это же хорошо, дареному коню на зубы не смотрят, ребята. Первый скилл урон следующей атаки увеличивается на 160, максимально 220%, и шанс активации таланта становится 80% максимально, и это круто. Это будет происходить в зависимости от прокачки каждой четвертой шестой выстрел, и стоимость 5 скиллпоинтов. Но, ребята, что я могу вам сказать? Это круто, это замечательно, это прикольно, если нужно просто постоянно вваливать урон. Рейндж, конечно, у нее такой трагический, то есть нужно думать, куда ее засунуть, но формально, да, вот, вот, нужно как-то вот смотреть, враги обычные, враги не бронированные, и она, получается, что-то такое делает. Неплохо. Второй скилл, дамаг увеличивается на 70%, максимально на 130, шанс активации таланта увеличивается максимально на 50%, да, тут именно скиллы, которые бафают таланты, но вот тот самый первый талант, очевидно. Неплохой скилл для нанесения большого постоянного урона, так как на максимальном левеле стоимость 30 скилпоинтов, а длительность 40, и это хорошо, когда нужно просто постоянно перманентно вливать урон. Да, с таким рейнджом, ребята, именно с таким рейнджом, но теоретически Шварц ценит не за это. Третий скилл, рейндж меняется на просто 3 клетки вперед, 4 клетки, ну вот сами видите, я внизу нарисовал, что тут такой рейндж будет, при минимальной прокачке и максимальной прокачке, и интервал между атаками увеличивается, атака плюс 100, 180%, это круто, шанс прока таланта 100%, стоимость, ну, не такая уж и большая, вообще-то 25 скилпоинтов, длительность 25 на максимальном левеле секунд. Этот скилл часто используют для того, чтобы убивать бронированных врагов, потому что она начинает жестко ломать бронированных врагов этим скиллом, вот, и где-то там может зайти. Кто-то может сказать, ну, у нас же есть маги, как бы, в чем проблема магов используем, маги делают то же самое, нафига нам нужна она? Это правда, вообще-то это правда, та же самая фиала носит перманентный, постоянный магический урон по бронированным врагам, да, но если будет вал бронированных врагов, то у фиалы, получается, ее скилл третий, он, откат у него очень долгий, там, 80 этих скиллпоинтов нужно, у нее откат долгий, а здесь откат гораздо меньше, то есть она быстрее будет активироваться и быстрее разваливать бронированных врагов, это круто. Да, я признаю, Шварц ситуативная, очень ситуативная, нельзя сказать, что она имба, что ее может там, ну, то есть в каких-то ситуациях, да, но вот, например, рейндж скилла третьего, сами посмотрите, ну, вот как часто можно будет адекватно и хорошо реализовать такой рейндж? Серьезно, без шуток, ее обычный рейндж превращается вот в это, то, что внизу на экране, это как бы, ну, такое противоречивая вещь, окей? То есть, ну, не знаю, всем, я думаю, она не зайдет, под какие-то определенные нужды зайдет, хотя если у вас есть полно магов, которые могут уничтожать бронированных врагов, то, ну, наверное, и магов можно использовать, тогда можно о Шварц особо и не думать. Вроде как в каких-то суперсложных локациях может кто-то ее и будет использовать, она хороша именно тем, что она как бы вот этот свой жесткий скилл против бронированных врагов может выдавать его чаще, чем обычно свои суперскиллы выдают маги. Это да, это кэш плюс. Стоит ли ради этого плюса крутить гачу? Ну, решать, наверное, все-таки вам, а не мне. При недостатке магов я бы, наверное, все-таки стал крутить, но проблема в том, что, ну, к ней нужно будет привыкнуть, а к такому рейнджу скилла? Уж тем более, ребята, уж тем более. А, в принципе, это все, что я могу сказать по данному вопросу. Большое спасибо, Гудочек, за аналитику, которую ты провел, спасибо. Пишите, будете ли вы выбивать эти операторов, какие понравились, кого хотите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик. Сегодня, если я смогу в среду выложить видео, будет стрим в 8 вечера, мы как раз будем проходить данный ивент. Прям вот, прям ворвемся с самого начала. Буду рад всех видеть в 8 часов вечера. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok